Красный Телеком Мурат Кайтемиров Красный Телеком Мурат Кайтемиров Красный Телеком Мурат Кайтемиров Получается более активный Мурат Хантемиров. Конечно, было бы вдвойне приятно, если здесь в финале выступал бы наш Семен Семенов, но, как мы уже сказали, из-за травмы он выбыл из соревнований. Первый период закончится со счетом 0-0, и арбитр на ковре вытаскивает красную фишку. Фишка к красному. Мурат Хантемиров захватывает заново. Саридов дает левую ногу, но сразу выталкивается за ковер Хантемиров. Получает за эти технические действия первый балл и выигрывает первый период. Альберт Саридов вместо тренируется с знаменитыми борцами Бувайсаром Сайтеевым, Адамом Сайтеевым. Поэтому он очень опытный борец. Каждую пятницу, субботу именно схватки борются с такими знаменитыми борцами. Он много умеет, много делает, но сейчас посмотрим, как он будет сражаться с Хантемировым. На вид Хантемиров Мурат более крепкий, физически сильный. Но что получится, сейчас посмотрим. Мурат Хантемиров и Альберт Саридов оба в свое время начали заниматься борьбой Касабюркин. Оп, за ногу чуть не взял Хантемиров. Переемал Красноярский край, город Красная, занимается в городе Красноярске по производству Владимира Материна. За ногу взял Кантемирова, Саридов. Ну, поднял. Надо выдолкнуть. Да, заработал первый балл Альберт Саридов. Оп, пытается провести накат. Не получается. 46 секунд остается. Эти два борца начали заниматься вольной борьбой, в мягкой вольной борьбой России, в Касабюрке. Да, в Касабюрке. Хорошо знакомые борцы. Ну, Мурат Хантемиров сейчас представляет Дагестан, а Альберт Саридов в Красноярский край. Не повезло нашему чемпиону Георгию Георгию Гетоеву завоевать Пекину на Олимпийской игре золотую медаль. Он до этого вроде все выигрывал, чемпионат Европы, мира, Кубок мира, чемпионат России. Он балл никому не давал, а вот на Олимпийских играх только бронзу, и то бронзу еле завоевал. Так что Саридов опять атакует за ногу со стойки, выхватывает ногу вверх и выталкивает за ковер, зарабатывает второй балл. До конца второго периода остается 16 секунд. Да, опять мы выйдем свидетелями третьего периода. Я так чувствую. Один-один. После двух периодов встречи, счет 1-1, остался третья, самая решающая встреча, двух моментов. Внимание участников. Передед я самым проговорящим решающим. Мурат Кантемиров серьезно настраивается. Он нацелен на победу. Дважды выиграл такой престижный турнир, как турнир Дмитрия Петровича Коркина. Конечно, престижный. И он нацелен на победу. Захват за туловище. Но дальше не продолжает. Захвата пока защищается. Он тягучий такой, тоже длинновязый борец. Пока защищается и хочет что-то сделать на контрприемах. Прошла уже одна минута. Идет рамная борьба. Пока никто не уступает. Ждут соперники момента. Судья останавливается. Оп! За пятку захватил. Саритов Альберт. Переходит на туловище. Захват туловища и сбивает на один балл. Это нужный балл. Уже 30 секунд остается. Похожий прием Леонида Спирдонова, да? За пятку прям он. Да, за пятку очень здорово захватил, как наш Леонид Спирдонов. До этого именно вот великолепные борцы. Лоид Кидер делает броски эти переводы. Альбрустадеев делал. Потом наш Леонид Спирдонов делал. И вот уже исполнение Альберта Саритова. Кантемиров атакует за ногу. 8 секунд до конца. 5 секунд. Прошел много, то остался внизу. Остается 2 секунды. Так, решающий период выиграл Альберт Саритов. Альберт Саритов стал чемпионом в весовой категории. Это 84-х килограмм. В трех периодах Альберт Саритов выиграл у Марада Кантемирова. И достойно стал чемпионом в этой весовой категории. Редактор субтитров А.Семкин